Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале ПС программа «Вопрос священнику». В этой программе мы говорим о самых насущных проблемах современности, современного человека. Сегодня наш гость в студии – священник Игорь Баченин. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. И речь с ним пойдет о пьянстве, о курении, ну и о различных иных зависимостях, к которым человек склонен. Такие зависимости, насколько я понимаю, достаточно легко приобретаются, такие как пьянство, курение, наркомания, а вот отказаться от них весьма и весьма тяжело. А почему? Природа человеческая? Ну, природа человеческая сама по себе греховна. И действительно, в природе человеческой есть у каждого из нас с вами то, о чем апостол Павел сказал такие замечательные слова. «Хорошее, которое я хочу, знаю, что хорошо, знаю, что так правильно делать, но так не делаю. Плохое же, которое не хочу, знаю, что плохо, тысячу раз на себе опробовал, убедился, что плохо, делать так не хочу, но все равно так делаю». И дальше очень важный вывод, который делает апостол Павел, что если я делаю то, чего я делать не хочу, то это не я делаю, а живущий во мне грех. И вот, к сожалению, наше современное сообщество эту память об испорченности, о греховности человеческой природы, равно как и о своем богоподобии, утратила. И вот это во многом является причиной того, что человек, данную ему от Бога свободу, не может ей правильно воспользоваться. И без преувеличения можно сказать, что для большинства людей свобода становится такой непосильной ношей. Человек не знает, как этой свободой распорядиться. И тогда зависимость, или, как ее называют научным языком, аддикция, в какую бы ни впадал человек, он легко становится подверженным этим различного рода зависимостям, а их в настоящее время, их количество становится все больше, больше и больше. И вот неспособность распорядиться своей свободой, непонимание своего признания, призвания к тому, чему призван человек, и является во многом вот той вот основной причиной, почему человек вовлекается в ту или иную форму зависимого поведения. Батюшка, ну вот вы говорите, что делает это, получается, со слов апостола Павла, не человек, а грех, который в нем. Так получается тогда на нас и вины, что ли, нету? Ну, у человека есть свобода, но дело не в том, если вот как бы интерпретировать эту мысль, да, можно сказать, что у человека есть предрасположенность к этому, заложенная в его греховной природе. Но вместе с этим у него есть и свобода, то есть он в праве совершать поступок, тот, который он считает нужным, и тот, который считает правильным. То есть если, скажем, первый раз в жизни подростку где-то в компании предлагают попробовать табак, у него есть право выбора, и его никто к этому не преневоливает. Но у него есть внутренняя мотивация, внутреннее стремление, побуждение, готовность к тому, чтобы совершить такой поступок. Вот выбора у него никакого практически нет. Или взять, скажем, проблему с другой зависимостью, скажем, с алкогольной. Вот часто приходится встречаться с тем, что педагоги в школе видят, что уже ребята начинают к этому приобщаться, они приходят и говорят, вот надо их как-то так напугать, сказать им, значит, как это все плохо, какие от этого могут быть последствия. И действительно, если смотреть на содержание нашей профилактической работы, суть ее именно в этом и заключается. То есть рассказать, как это плохо, рассказать, значит, какие от этого могут быть последствия. А на самом деле получается, что просто проинформировать ребят и рассказать им о том, что такое существует, как это все влияет на человека, а о том, что у него есть мотивация на здоровый образ жизни, в таком возрасте, как правило, ничего не болит, ничего не беспокоит, и это для него становится неактуальным. Но, к сожалению, современная школа занимается только обучением, а не образованием. Образованием, в смысле, обоживанием человека. Поэтому, видимо, так и преподносит. Но, с другой стороны, ведь, возвращаясь, у апостола Павла есть же такие слова, что человеку все можно, не все полезно. А чтобы понять, что что-то не полезно, это нужно попробовать. Разве не так? Чтобы сделать вывод, свободный выбор, полезно это или не полезно. Для того, чтобы понять, что трамвай может обрезать голову, когда ты ее на рельсы положишь, совершенно не обязательно это пробовать. И действительно, это тоже некая такая еще ловушка, в которой находится очень много наших современников, и в том числе и людей церковных. То есть они думают о том, что главный смысл нашей религиозной жизни заключается в борьбе со злом. И от него нужно отвращаться. И вроде бы есть в этом определенная доля правды и логики, но если на этом только остановиться, то человек получается обманутым. И глупо было бы полагать, что действительно преодолеть зависимость, то же самое пристрастие к табаку, является целью и смыслом жизни. Нет, человек создан для другого. Как об этом сказал один из святых, Афанасий Великий, что Бог для того стал человеком, чтобы человек стал Богом. И вот это вот свое призвание к обожению своего человеческого естества, или как мы можем по-другому сказать, жить по добродетелям, жить по правде, по правильности. Вот мы об этом своем призвании забываем. И если мы вспоминаем об этом, вспоминаем о том, что, собственно говоря, все мы являемся наследниками Святой Руси. Вот мы часто об этом в своем таком родстве мы не помним. И если мы хотя бы окунемся к своей истории, попытаемся осознать свое прошлое, увидеть его истоки, то тогда мы найдем очень много в этой, я бы так сказал, парадигме стремления человека к добру. И если мы это принимаем за основу, то тогда борьба со злом становится средством для достижения вот этой главной цели. И вот действительно, когда человеку это удается донести, когда он проникнется, поймет свое призвание, что действительно, да, собственно говоря, не такова велика вина его. Его ответственность заключается в том, что он в свое время не сделал правильного выбора. Но, с другой стороны, его этому никто и не научил. И действительно справедливо вы говорите, что наша система образования до недавнего времени занималась только обучением человека. Но, слава Богу, что вот в последнее время в новых федеральных государственных образовательных стандартах появилась категория воспитания, появилось духовно-нравственное воспитание, появилась даже концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. И там прямо говорится о наших истоках, о наших корнях, о наших традициях, говорится об образовательном идеале, который должен быть у человека. И вот это радует. Радует именно потому, что наконец-то мы осознали вот эти свои корни и истоки. И я надеюсь, что мы сумеем преодолеть вот те трудности, те аддикции, те зависимости, которые существуют в настоящее время в обществе. Отец Игорь, хочется верить, что Русь когда-то была святой. Хочется верить, что она и станет святой, стремится, по крайней мере, к этому. Но неужели на Руси было когда-то время, что народ не пил? Конечно. Вот в этом году мы с вами отмечаем столетие этих событий. Как раз в 1914 году, 1 августа по новому стилю, 19 июля по-старому, когда началась мобилизация на Первую мировую войну, император Николай, ныне прославленный в лике святых, как бы мы сейчас сказали, издал такой радикальный указ. Он на период мобилизации запретил производство и продажу виноводочных изделий по всей империи. И вот мы часто говорим о том, что запретительные меры не дают никаких результатов. Но я обращаюсь к нашим слушателям, рекомендую посмотреть в интернете, она находится в свободном доступе. Книжка современника этих событий профессора Веденского, называется она «Опыт принудительной трезвости». И там он с цифрами, с фактами сравнивает тот же самый период 2013 года, 1914 года, показывает, какие преимущества мы получили от этого всего. Да, можно сказать, что тогда действительно не было, как некоторые называют, сухого закона, потому что не было в строго таком научном смысле абсолютного нуля, но тогда и не было такого душевого потребления, как сейчас. Оно не превышало 4 литров на душу населения в противовес тех 15-18, которые есть в настоящее время. И тогда удалось достигнуть 0,2 литра на душу населения. И такая ситуация продлилась до 1925 года, когда Иосиф Виссарионович Сталин, начиная, так называю, новую экономическую политику, ему нужны были финансы для реализации своих планов и замыслов. И он не нашел ничего лучшего, как эти финансы получить за счет спаивания своего собственного народа. И действительно, у нас были такие периоды в истории России, их было немало. И вообще нужно сказать, что вот это, на мой взгляд, такой элемент, как сейчас называют это исследователи, консцентальной войны. То есть есть такое понятие в науке, консценталь, это означает сознание, ценность, и вот изменение ценности, изменение отношения к своей традиции, к своим ценностям. Отрыв от корней, по сути. Да. И вот в этом отношении, вообще, я бы даже сказал, что трезвость является таким императивом нашей с вами культуры, наших духовных традиций. И это, ну, настолько очевидно, да, что вряд ли человек мог удержать, освоить такие просторы, которые есть у нашего с вами Отечества, достичь таких экономических рубежей, если бы народ был пьяным. Вот для сравнения, все ведь познается в сравнении, вот мы говорим о том, что у нас на начало прошлого столетия душевое потребление было порядка 4 литров на душу населения. В год. В год, да. А во Франции оно было тогда 21 литр. В Великобритании 12. В Соединенных Штатах Америки 8. И говорить о том, что вот... Вот еще смотря, что пить. Ну, это абсолютный алкоголь. Совокупный. Россия считает, ну, условно, значит, стопроцентный алкоголь, переводя весь выпитый алкоголь из пива, алкоголя, водки, вина, энергетиков и так далее. Конечно, если что пить, вот у нас, скажем, сейчас на такого среднестатистического россиянина мы выпиваем 55 литров в год на каждого человека. И если кто-то не пьет, не выпивает это пиво, то, значит, соответственно, другие люди выпивают гораздо больше. Но, действительно, и это тоже элемент нашей истории, элемент нашей трезвой истории, это наша традиция, что мы не всегда даже пились столько, сколько мы пьем в настоящее время. И уж говорить о том, что пьянство — это национальная черта русского человека, это такая вот... ну, или демонстрация невежества, да, или человек, который так говорит, он слишком хорошо понимает, знает историю и преследует далеко идущие мысли, о которых вслух ничего не говорит. Провокацию устраивает, по-моему, ну, можно назвать это дело именно таким образом. Отец Игорь, чувствуется, что вы глубоко в материале. Расскажите немножко о себе. Вы давно занимаетесь этой проблемой? На каком уровне? Проблемой я занимаюсь давно, занимаюсь на серьезном уровне. Я вообще уже четверть века живу сам трезво, занимаюсь этой проблемой, именно это является предметом моих научных исследований. Я в свое время, значит, защитил кандидатскую на эту тему. Сейчас работаю на докторской по педагогике, это со светской стороны, и закончил вот буквально на прошлой неделе все экзамены в Санкт-Петербургской духовной академии, и там тоже пишу магистерскую работу. То есть я действительно разбираюсь, ну, как я так думаю, в вопросе, в материале, знаю историю. И в этом отношении, ну, в свое время, это было еще в 89-м году, когда мне 24-летнему юноше удалось узнать, а, собственно говоря, в чем заключается процесс опьянения человека. То есть, ну, совершенно очевидно, скажем, человек выпивает стакан молока, да, у него сознание не меняется. Человек выпивает там стакан чая, у него тоже сознание не меняется. Если он выпивает стакан водки, или фужер вина, или банку пива, то у человека происходит изменение состояния сознания. Вот когда мне в свое время удалось в этом разобраться, я понял, что, собственно говоря, мне совершенно этому ни к чему, мне гораздо комфортнее и легче жить трезвым. Я благодарен Богу, что вот так именно случилось в моей жизни. Меня часто спрашивают, да что, вы совсем не пьете? Нисколько. Я говорю, а мне, собственно говоря, нет в этом никакой нужды и необходимости. И тем более, вот же, будучи православным христианином, я нашел много подтверждений в своей трезвости в Священном Писании, и в частности, вот у нас же есть такая заповедь для каждого христианина, говорящая о том, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. И только здесь происходит некая такая девальвация понятий, говорящая о том, что пьянство часто думает, это вот человек, который, значит, там где-то под заборами валяется, дома дебоширит, значит, такой вот, ну, вроде бы не совсем падший человек, но, тем не менее, уже не совсем нормальный. А если мы посмотрим на эту категорию трезвости именно вот с христианской точки зрения, то мы увидим, что пьянство и трезвость эти, это вот слова-антонимы, да, то есть если человек не имеет привычки жить трезво, то он и находится вот в этом вот состоянии опьянения. Один из великих учителей нашей православной церкви, Иоанн Златоуст, говорил о том, что пьянеть, то есть лишаться вот этой вот самой трезвости человек может не только от вина, он может пьянеть от гнева, может пьянеть от похоти, может пьянеть от чревоугодия. И поэтому пьянство — это, в первую очередь, не физиологическое состояние человеческой личности, а его нравственная характеристика. И если человек не стремится жить трезво, то любая форма аддикции или зависимого поведения ему в настоящее время обеспечена. То есть пьянство — это любая зависимость, любая потеря контроля над собой, так ведь? Ну, конечно, да. Это может распространяться и на все, и на употребление алкоголя, и табака, и пищи, и все, что угодно. И излишние эмоции даже. Конечно. То есть трезвость — это, в первую очередь, такое состояние здравомысля, воздержанность у человека. Есть еще одна христианская такая категория, называется она «трезвение». И характеризуется она сугубо в такой духовно-нравственном аспекте, как такое духовное бодрствование, когда человек постоянно стоит на страже своего собственного ума и старается дать нравственную оценку тем мыслям, или, говоря церковным языком, помыслам, которые возникают у него в сознании. И вот, к сожалению, вот этот механизм нашей духовной культуры, этого духовного трезвения, приводящий человека к святости, он и утрачен в настоящее время в обществе. И вот очень важно, чтобы мы вспомнили об этом, чтобы мы свое призвание, свою богоизбранность, значит, мы ее осознали и не продавали ее за чечевичную похлебку. То есть, таким образом, я понимаю, что в основе борьбы с этими грехами, с зависимостями, стоит буквально две вещи. Это, с одной стороны, желание быть сильным, именно вот духовно сильным, быть всегда спокойным, собранным, быть на страже себя. А с другой стороны, ну, это, видимо, как две сестры, надо ненавидеть грех. В принципе, ненавидеть его. Но вот это вот второе, я не совсем понимаю, как вот грех можно возненавидеть, ненавидеть. Что это такое за состояние? Мы с вами сегодня уже говорили о том, что вот действительно некая такая узость сознания, ограничивающаяся на борьбе со злом. и вот когда вы говорите о том, что нужно бороться, да, можно и бороться, но только если борьба этим ограничивается, то мы всегда будем побежденными. А на самом деле, если говорить даже о том же самом борьбе с пьянством, да, борьба с пьянством, как правило, сводится к борьбе с человеком, тот, который от этого страдает. И этимологически я бы несколько иначе сформулировал задачу, сказал, что нужно не с пьянством бороться, а утверждать трезвость. То есть нужно совершенно в другой плоскости посмотреть на проблему. И не идеализировать, не как бы те масштабы этой проблемы, они сразу становятся гораздо меньше, когда мы увидим вот ту плоскость добра, ту плоскость святости, ту задачу, которую призван каждый человек решить в своей жизни. И вот если мы на эту позицию такую методологическую становимся, то ситуация становится совершенно другой. И нам проще гораздо в этом нужно не бороться, а нужно сохранить естественную трезвость, нужно человеку раскрыть то состояние, в котором он находится, и, собственно говоря, напомнить ему о главном таком качественном устроении каждого из нас, что вообще-то мы призваны радоваться в этой жизни, и если в твоей жизни радости нет, значит, ты что-то делаешь неправильно. И вот возвращение к радости и тогда на этом пути преодоления зла, неважно в какой форме оно будет, ведь как сказал Господь, иди за мною сатана. То есть он его старался смутить всевозможными соблазнами, а Господь просто ясно ему сказал, вот там твое место. И действительно многие люди, они как бы забывают и страшатся, идиал очень хочет, чтобы его пугались. А на самом деле Господь же нам говорит, что без его воли даже и волос твоей головы не упадет, и не только над человеком, если мы вспомним притчу о Годаринском бесноватом, что он даже над свиньями, над этими нечистными, бессловесными животными не имеет никакой власти. И поэтому нам есть очень хорошая такая поговорка, не надо бояться гусей, нужно их жарить и есть с яблоками. Батюшка, вот вы сочетаете в себе одновременно и священнический чин, и светское научное звание. в борьбе с зависимостью, насколько я понимаю, вы избрали специальную методику, где сочетается и молитва и научное изыскание. Одно без другого на ваш взгляд невозможно? Для того, чтобы... Человеку недостаточно пойти к наркологу или психиатру, чтобы излечиться? Вы уже об этом говорили. Все можно, только не все полезно. Все дозволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот знаете, опять-таки, если мы попытаемся исследовать эту проблему, вот в 1912 году у нас состоялся первый съезд практических деятелей, посвященный борьбе с пьянством, и там первым пунктом резолюции этого съезда говорится о том, что проблема пьянства, то есть проблема нетрезвости, она является религиозно-нравственной. Религиозно-нравственной. И даже если мы посмотрим сейчас во многих странах мира, нет такой отрасли медицинского знания, как наркология. И проблемой аддикции занимаются социальные работники. И вот если мы попытаемся просмотреть, скажем, те этапы развития и становления наркологии в нашей стране, то мы увидим, что если сравним с тем же душевым потреблением, то по сути дела никакого существенного влияния она не оказывает. Не оказывает. Вот покуда была проблема понимаемая как религиозно-нравственная, душевое потребление было меньше всех в мире, 4 литра на душу населения. Как мы с вами уже говорили, с 25 года 1925 мы начали реализовывать алкоголь, и уже в 1931 году в системе МВД появляются так называемые позы, пункт охраны здоровья алкоголиков. То есть, да, люди, они появляются, с ними надо чего-то делать, и не медицина стала ими заниматься, а стали заниматься органы силовые структуры, которые должны были, что-то с ними нужно делать, значит, не лечили их, просто человек протрезвел, его нормально его выпускает, он идет, дальше работает. Это потом у нас уже появилась наркология, потом появилась вот эта вот параллельно с ней, значит, система лечебно-трудовых профилакториев, и по сути дела, покуда мы относились к проблеме как к духовно-нравственной и решали ее соответствующими средствами, мы и достигали в этом определенных успехов. А когда мы перешли и стали понимать, что это проблема чисто медицинская, я не исключаю того, что есть, значит, аспекты, которые необходимо как-то менять, врачевать медицинскими средствами, но нужно понимать, что не это главное. Вот у нас в городе Екатеринбурге ныне уже отошедший в мир иной главный нарколог города Тепляков Борис Михайлович, 50 лет отработавший в наркологии, знающий ее становление, знающий ее трудности и особенности, он говорил всегда о том, что мы, наркологи, знаем, как вывести состояние человека из состояния опьянения, но по крайней мере так считал Борис Михайлович, имеющий полувековой опыт работы с этими людьми, что без помощи Божьей научить жить человека трезво невозможно. И вот действительно, я не исключаю, и напротив, мы тесно сотрудничаем с наркологией, но, как говорится, у каждого должна быть сфера своей деятельности. И если у человека в результате его вот этой нетрезвой зависимой жизни возникли какие-то заболевания или психические расстройства, конечно, их нужно лечить медицинскими средствами. Но полагаться только на то, что от этого человек начнет жить трезво, это явно недостаточно. То есть еще необходимо и врачевание души человека. И что, на мой взгляд, самое ценное и главное, если говорить уже об алкогольных стадиях зависимости человека, то, что мы называем алкоголизмом, то вот эти порочные навыки, они никуда никогда не деваются. И очень важно в этом отношении, чтобы была, если говорить опять-таки научным языком, такая терапевтическая поддерживающая среда на будущее. А если это все соединить с духовным планом, то у нас в Евангелии есть такие слова, в которых говорится, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. И вот такую задачу социализации человека, имеющего зависимость, у нас, по крайней мере, решали в свое время приходские общества трезвости. И вот у нас существует Иоанна Притечинская братство трезвения, руководителем, председателем правления, которого я являюсь. И у нас сейчас уже наше братство объединяет порядка 108 приходских обществ трезвости, которые расположены в 46 епархиях Русской Православной Церкви, в том числе на Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и даже в Соединенных Штатах Америки есть наше общество. И поэтому действительно нужно помочь человеку. Но помочь человеку не только указав на его недостатки, но и показав ему, и предложив, и протянув руку помощи, и создав такие условия, чтобы он мог войти в эту полноту духовной жизни, где уже не только человеческий труд и мастерство, но и благодать Божия содействуют человеку в сохранении и утверждении в трезвости. Батюшка, я уверен, что сейчас часть наших телезрителей наверняка захочет с вами связаться. Каким образом можно вас найти? Может быть, телефон где-то в интернете, сайт? Назовите, что считаете нужным. У нас есть наш портал, это такой наш совместный проект Святого Владимировского, Братства Трезвения Украинской Православной Церкви и нашего Яна Притеченского, его адрес трезвения.org латинскими буквами, вы можете зайти на этот информационный ресурс, задать свои вопросы, получить необходимую информацию, там рассказывается о том, как помочь страждущему человеку, где, в каких регионах у нас есть наше отделение Братства, где есть реабилитационные центры, кто занимается реабилитацией женщин, кто занимается реабилитацией мужчин, кто просто такие амбулаторные реабилитационные программы ведет, кто занимается профилактикой зависимости, то есть вот на нашем информационном ресурсе Трезвения ОРГ можно получить всю необходимую информацию. И все-таки как начинается работа со страждущим, с чего начинается? Если у человека, скажем, возникло желание побороть свои страсти. Знаете, наше общество в настоящее время находится в таком состоянии, что нам не надо начинать. Эти страждущие люди, они просто атакуют храмы, они приходят туда, и нам нужно работать с теми людьми, которые уже, как правило, прошли какие-то светские методики, уже имеют какой-то опыт. И вот наша задача просто-напросто побеседовать с человеком, рассказать ему о том, как мы смотрим на эту зависимость, предложить ему в зависимости от его состояния, какие мы можем предложить, существуют вот у нас внутри церкви формы такой взаимопомощи. И дальше человек уже он естественным образом вливается в эту деятельность, обретает, сохраняет и утверждается в трезвости. Но, наверное, нередки случаи, когда сам человек не хочет лечиться, не осознает свою болезнь. Тогда о нем начинают беспокоиться и заботятся близкие. Что им делать вот на первом этапе? Действительно, вот, как правило, первыми приходят в церковь, это родственники страждающего человека. И у нас в этом отношении для них организованы индивидуальные консультации. Далее, значит, мы организуем такие группы занятий, рассказывающие им о содержании, о причинах, о формах избавления от этой зависимости. Предлагаем им войти вот в те традиции, которые существуют у нас в православной церкви, тем паче, что большинство людей, они являются крещеными, православными, христианами. И далее они вливаются в деятельность приходских обществ трезвости. Она достаточно обширна и разнообразна. И там, именно вот в этой деятельности, человек и находит свое решение. Я вообще из своего 25-летнего опыта убедился в том, что по большому счету не важно какую реабилитационную программу или какую форму помощи получает человек на начальном этапе. Она позволяет человеку остановиться. Она или, как говорит светским языком, помогает бросить. Но важно не бросить, потому что если этим только ограничиваться и не следовать дальше, то как в свое время о себе говорил известный писатель Марк Твен нет ничего проще, чем бросить курить. О себе он говорил это такими словами, что я делал так раз сто. Мы ставим иную методологическую задачу, нужно не бросить, а научиться жить по-другому. И вот это научение, этот навык, этот опыт в первую очередь внутренней своей жизни в борьбе с этой страстью, истяжание добродетели в сообществе единомышленников человек и обретает такую возможность в деятельности приходского общества трезвости. Батюшка, а как построить так жизнь молодого человека, ну не секрет, ведь что именно в детстве, в молодости, в юношестве люди привязываются к страстям. Как его уберечь-то от этого, чтобы не начал пить, чтобы не начал курить? То есть какие превентивные меры надо предпринять? Ну знаете, вот действительно существует такое понимание, что вот нужно что-то специально делать. Вот если опять-таки окунемся к истории, вот сейчас у нас ситуация такова, что 80% наших подростков они употребляют алкоголь постоянно в возрасте до 14 лет. Причем 20% девочек и 32% мальчиков делают это ежедневно. И многие из родителей даже и не знают, что они это делают. А запах должен чувствовать? Запаха нет. То есть сейчас вот эти энергетики, которые они есть в каждом киоске, на каждом углу, от них нет запаха. И вот те традиционные привычные симптомы, по которым взрослые люди привыкли характеризовать состояние опьянения его просто напросто нет. И для ребенка он ведь стремится к этому не для того, чтобы опьянеть и впасть в какую-то зависимость. Это просто-напросто такой элемент субкультуры. То есть это элемент молодежного общения, молодежной формы взаимоотношений друг с другом. И подросток, когда начинает этим заниматься, он не видит в этом ничего худого. И когда ему начинают говорить о вреде пьянства, для него это не актуально. Для него он живет совершенно в другой системе координат. И в этом отношении на мой взгляд было бы правильно, но опять-таки вернуться к историческому опыту. Мне вспоминается Сергей Александрович Рачинский, один из выдающихся наших русских педагогов и ученых, имя которого может быть нами сейчас предано забвению. Он в конце 19 века закончил Московский государственный университет, успешно защитил докторскую по ботанике, оставил свою научную карьеру, уехал в свое родовое поместье в Татьево и на свои деньги выстроил школу и стал заниматься нравственным воспитанием детей. Вот он пишет в своих воспоминаниях, что я как-то увидел в один из сельских праздников, что по дороге едет телега и в ней сидит один из лучших моих учеников. Когда я его окликнул, то и он ко мне повернулся, и я увидел, что он совершенно пьян. И тут он говорит, меня как молния пронзило. Я понял, что я столько надежд питал о его будущем, столько вкладывал в него, и оказывается не сделал самого элементарного, чтобы воспитать его волю против такого обыкновенного, распространенного в народе зла. И он говорит, что я не нашел ничего лучшего, как в кругу своих единомышленников, стать примером своих воспитанников. Мы, говорит, дали обет трезвости, и этот обет трезвости мы ежегодно повторяли, и вот из этого такого сообщества выросло потом очень много людей. Вот мы с вами говорили о 1914 годе, когда у нас были приняты то, что называется сейчас сухим законом, а ведь этому предшествовала достаточно такая длительная просветительская работа. Воспитание, как бы мы сейчас сказали, народа в духе трезвости. И вот нужно, на мой взгляд, не с аддикциями бороться, а воспитывать народ в духе трезвости. То есть рассказать о том, что это наша традиция, рассказать о преимуществах трезвого образа жизни. Причем вот у нас в братстве нашем, в Яно-Притеченском, очень много молодежи. Мы увидели такую особенность, что оказывается много молодых людей, они не хотят употреблять алкоголь, никакие психоактивные вещества, но вот те ценности, та среда общения, в которой они находятся, они их к этому принуждают. И вот как только создается какой-то островок, где в принципе делается то же самое, но без этого, молодежи там очень много собираются, они находят себя, они находят себе применение, проявляется их такая инициатива, они раскрываются как личности, и вот я думаю, что самым главным в воспитании трезвости показать преимущество этого трезвого образа жизни. Преимущество и пример личный пример. Батюшка, а можно поподробнее, что такое обет трезвости? Обет трезвости это форма обещания, одна из форм обещания Богу исполнить то, к чему он не обязан никаким законом, никаким каноном, никаким церковным правилом. Как об этом говорит епископ Петр Екатерининский, практика обетов и аскезы Русской Православной Церкви, что обет это есть выражение Бога почтения. То есть я, Господи, делаю это ради Тебя. Христа ради. Христа ради, да. Я понимаю, что или мне это душеспасительное, или мне это полезно, или я осознаю и вижу, что я от этого страдаю, или, как об этом говорил апостол Павел, что если изнемогает или притыкается брат мой, то я не буду есть мясо, пить вина и не делать ничего того, от чего он соблазняется или притыкается. И вот примером вот этой вот трезвой жизни, духовным средством вхождения в нее, выстраивания особых взаимоотношений, личных взаимоотношений человека с Богом, выражение христианской любви к своему ближнему является обет трезвости. А если он, не дай Бог, будет нарушен? Ну, если так относиться, то нам людей крестить не нужно. В принципе. Почему? Потому что все мы при крещении даем обеты, мы с вами обеты даем каждый раз на исповеди, что не будем больше возвращаться к тому или иному греху, и тем не менее регулярно это делаем. И не надо этого бояться, да? Нужно просто верить, что Господь не оставит. Мы, между прочим, вот в своем обществе трезвости проанализировали как-то, ну, такие люди, ученые, да? Как один мой знакомый говорит, сухари моченые. И вот нам стало интересно в количественном отношении как можно выразить этот опыт работы. И мы увидели, что вот те люди, которые обращались, приходили в наше общество трезвости, даже, может быть, активно не участвуя в нем, по крайней мере, в нашем, они все равно являются прихожанами какого-то прихода, и давшие обет трезвости, вот 91,4% они его сохраняют. Я думаю, что это высокий показатель, если учесть, что достижения нашей официальной наркологии, если верить их цифрам, они не превышают там 7-12%. Батюшка, а модное нынче кодирование это не выход от зависимости избавиться? Ну, во-первых, есть разные формы кодирования, и может быть, оно в какой-то степени стало модным, но нетрадиционным. И если человек и кодируется, то я думаю, что это не есть решение проблемы, а в лучшем случае, это есть способ остановиться, задуматься и оглядеться. и происходит это, как правило, по причине того, что вот это чувство страха для человека становится сдерживающим фактором. Но не только чувство страха, есть еще и любовь, есть еще и стремление выразить свои добрые чувства. И вот обет трезвости как раз он предполагает такую возможность человеку вернуться в свое, как говорится, отчие лона, в свою церковь, в свое вот это сообщество святых и обрести ту радость, которой, собственно говоря, мы призваны, о которой Господь своим ученикам говорил такие слова, что скорбь обратится в радость, и этой радости никто и никогда не отнимет у вас. Мне кажется, некоторые побоятся давать обет, такую клятву, что ли, своеобразную. Хотя Евангелие запрещает клясться. Именно потому, что побоятся нарушить. То есть побоятся не найти в себе до конца сил, чтобы устоять. Потому что стрессы, потому что, может быть, работает где-нибудь на стройке, потому что коллектив такой. Я думаю, в первую очередь, потому, что этимологически не различает два понятия клятва и обет. Это даже наименование разное, сочетание букв другое. Почему это нужно соединять все вместе? Есть существенная разница. Если человек дает клятву, то клятвой человек, как правило, пытается доказать свою правоту. Питается оно гордыней тогда. когда человек дает обещание, здесь человек просто сам себе напоминает то, что Господь сказал своим ученикам, без меня не можете ничего же. Здесь человек говорит, да, Господи, я не могу без тебя, но я приложу все свои силы для того, чтобы исправить свою жизнь, помоги мне. Обещаю сделать все, что от меня зависит, но понимаю, что сам не справлюсь с этим, знаю, что на этом ты своей благодатью мне содействуешь в обретении трезвого образа жизни. Ну и ближе к концу программы буквально последний вопрос, батюшка, почему, ну, нередко от представителей иных религий я слышу такую фразу, что, мол, христианство это религия людей пьющих, мол, ваш Христос первое чудо, которое совершил в Кане Галилейске превратил воду в вино. Что бы вы ответили таким людям? Ну, я бы только поскорбел об их невежестве и больше-то мне, собственно говоря, сказать нечего. Знаете, наивно было бы полагать, что Господь пришел всех споить на этот праздник жизни, да, увидел, что вот у них тут все кончилось, да, но они еще не все назизюкались, и поэтому, как там в народе говорится, им нужно догнаться, дай-ка я им сейчас чудо сотворю, чтобы они, значит, вот так сказать, веселье свое в полноте обрели. Но, во-первых, если мы вернемся к этому тексту Священного Писания, то человек, Господь сотворил это чудо, не по своей воле, и когда ему Матерь Божия сказала, вина не имут, он ей сказал, что тебе и мне дело, и дальше она говорит вина черпи, что он вам скажет, то и сделайте, и Господь действительно сотворил вот это вот чудо по просьбе своей Матери, по человеческой природе, по ее послушанию, и снисхождение к нашим человеческим немощам. Но я бы вот из этого евангельского сюжета как бы выделил несколько иное. Когда распорядитель пира вкусил этого вину, он сказал замечательные такие слова, что хозяину, как же тебе удалось такое замечательное вино сохранить до всего периода времени. Причем хотелось бы сказать, что вот некий такой как бы смысловой сдвиг произошел за этот период времени в сознании современного человека. Ведь если мы скажем, посмотрим, что в Греции называлось вино, вот в этой вот культуре, в этих традициях, в этой стране арабского мира, что там было самым главным, то вино, во-первых, называли не только виноградное вино, а вино называли виноградный сок. Причем тогда не было возможности, не было холодильников, не было термопаков, чтобы длительно сохранить какой-то продукт. И его сохраняли таким образом, что виноградный сок выпаривали, и в зависимости от консистенции, то есть это было такое железообразное состояние, он мог храниться гораздо дольше. И вот когда мы говорим о вине, то есть оно было совершенно другого качества, другое понятие этого напитка было. Если будем говорить о греческой культуре, то там вино было сильное, среднее и слабое. вино берут стакан вина и разбавляют его 18 стаканами воды. Среднее вино это когда стакан вина разбавляют 12 стаканами воды. И слабое, то есть крепкое вино считалось тогда, когда стакан вина разбавляют 6 стаканами воды. Это жиле разведено? Нет, это виноградное сброженное вино новое. Его таким никто не употребляет, по крайней мере, даже и в настоящее время в культуре этого народа. Так это оттуда пошла поговорка, что истинное вине, а здоровье в воде. Вероятнее всего, да. И, конечно, упиться таким вином в принципе было невозможно. И это наше извращенное современное сознание, оно не может проникнуть в духовную тайну. этого события. Но мне, по крайней мере, когда я познакомился с этим текстом, запомнилось и отложилось совершенно иное, что вот этот вот жених Симон Канонит, после того, когда он вкусил этого божественного вина, он оставил этот праздник жизни, он оставил свою красавицу молодую жену и последовал за Христом в Царствие Небесное. Ну что ж, батюшка, на этом моменте хочется поблагодарить вас за прекрасную беседу, столь же полезную, и в заключении программы еще раз вас прошу назвать полезную контактную информацию для тех, кто ее ищет. Какие-то телефоны, интернет-сайты, порталы. Мне со своей стороны хотелось бы тоже высказать вам слова искренней сердечной благодарности за то, что вы занимаетесь этой проблемой, за то, что вообще в этом медиапространстве вы присутствуете, и вот этот глоток свежего духовного воздуха, ту правду, ту истину, которая так необходима нашему народу в настоящее время, вы ее несете. Дай Бог вам помощи Божией, дай Бог вам сил, дай вам Бог разумения, чтобы вы вот это свое дело несли, трудились, несли этот свой труд на пользу нашего Отечества и на пользу нашей Церкви. А найти нас можно просто наш информационный ресурс трезвение.org он это портал нашего братства, там есть вся информация, чтобы не перегружать наших слушателей лишними какими-то возможностями, где нас можно найти, вот там на сайте есть все необходимые подробности, там вы можете получить всю исчерпывающую информацию, трезвение, орка, нашей деятельности. Спасибо, Господи, помогай вам, Господь, в ваших трудах. Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях был священник Игорь Бачинин. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!